Забота, внимание, помощь, поддержка тех, кому сегодня трудно. Защита здесь. Социальная программа. 13-летняя Вика не слышит с рождения. Общительная жизнерадостная, она охотно изучает все новое. Ее тетя, узнав о проекте, который поможет освоить компьютер, сразу же привела племянницу на занятия. Хорошо, что существует такой проект, что во время каникулы дети могут себя занять каким-то делом. Юлия Щучкина с радостью позанималась с девочкой. Раньше такой возможности не было. Общаться на равных помогло обучение языку жестов, которые прошли сотрудники комплексного центра социального обслуживания населения в Северном округе Оренбурга. Тяжело, наверное, в некоторых моментах обучаемый, но в то же время понимаешь, что ты с другим человеком, который тебя не слышит. Покажешь ему этот какой-то жест, он тебя поймет. Это воодушевляет. Учеба прошла в рамках реализации проекта «За барьером тишины». Получить необходимые знания помог Московский фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 60 воспитанников центра освоят азы компьютерной грамотности, бисероплетения и фотографии. Обучение проходило по современным технологиям, по вебинару. Учителя находились в Казани, но демонстрация шла обучение через интернет, и наши специалисты прошли полностью обучение. Также нам предоставили на бумажном носителе и на диске данную программу. По окончании курсов 8 специалистов получили дипломы. Теперь их задача больше общаться с глухими и слабослышащими получателями социальных услуг, оказывать им грамотные консультации, чтобы убрать из их жизни барьер тишины. Кроме того, сотрудники центра могут предоставить полученные материалы родным слабослышащих детей, чтобы окружающие могли лучше понимать ребенка. Здравствуй, лето! Праздник под таким названием прошел на базе комплексного центра социального обслуживания населения в Бугурусланском районе. В нем принимали участие воспитанники данного учреждения. Они с удовольствием занимались спортом, дышали свежим воздухом и заряжались отличным настроением. Кроме этого, волонтеры, студенты городских учебных заведений помогли детям сделать прически. Наша молодежь между собой общается. Есть какой-то пример и забота, забота младших о старших и старших о младших. Вот у нас на базе нашего учреждения действует организованное добровольческое движение под названием «Доброе сердце». Там у нас 175 человек из 9 учебных заведений и, кстати, 65 граждан пожилого возраста, которые тоже занимаются волонтерской деятельностью. Парикмахеры своей работой остались довольны. Дарить красоту приятно всегда. Как сказал Людмила Никитина, быть волонтером легко. Дети – самые благодарные клиенты. Это мальчик у меня седьмой уже по счету. То есть семь мальчиков у меня ушли красивыми. Ну, я думаю, счастливыми. Бесплатная парикмахерская – это лишь одно из мероприятий в рамках Всероссийской акции «Добровольцы детям», которая продлится до 15 сентября. В самом разгаре каникулы у школьников Оренбуржья – большой выбор мест, где можно отдохнуть. 1150 лагерей работают этим летом на территории региона. Из них 68 – загородных, 1034 – с дневным пребыванием, 26 – санаторных, 5 – санаториев, 16 – палаточных лагерей. Ежегодно улучшаются условия пребывания детей. Программы интересные, развивающие, поэтому отдых очень нравится ребятишкам. И дети просятся не только на одну смену, но и на несколько смен. Есть у нас такие дети, которые один раз по сертификатам, один раз за наличный расчет. Такие категории, как трудная жизненная ситуация, одаренные дети у нас по закону имеют право на дополнительный сертификат. Дети – творчество лета. Фестиваль загородных лагерей стал одним из наиболее ярких событий детского отдыха. Он проводится уже много лет. Традиционно открытие проходит на базе лагеря «Ромашка-2». В 1991 году наш бывший директор Надежда Галюна Корнева привезла эту идею из Анапы, предложила идею и с тех пор проводится именно у нас. «Ромашка-2» От выступающих к зрителям заряд позитивных эмоций. Сразу видно, что каждая команда готовилась к выходу на сцену с особой ответственностью. Песни, танцы, маленькие сценки – все это делает их сплоченной, дружной командой. Я приезжаю уже в «Полянку» в одиннадцатый раз, и каждый раз фестиваль – это очень захватывающее событие. Мы к нему упорно очень готовимся. Это интересно, увлекательно, и каждый проявляет свои способности и таланты. И мы – самые лучшие! Вместе со своими подопечными на сцену выходят вожатые. Каждый из них – играющий тренер, готовый зарабатывать очки для своей команды. Мы всегда зажигаем, всегда восхищаем детей, они рвутся, тянутся к нам, а мы стараемся их не огорчить, конечно же. Ну и вообще просто открытие было замечательным, очень все было хорошо, и быть на сцене – это адреналин. Это здорово, это классно, это круто. Межлагерный фестиваль только начался, а впереди у ребят еще много соревнований, которые помогут школьникам замечательно отдохнуть и набраться сил перед новым учебным годом. Как только заходишь на территорию Бугурусланского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних, понимаешь, а истенком его назвали не зря. Добрая атмосфера, которую словами передать очень сложно, а вот показать на картинке можно. 30 детей разного возраста прекрасно уживаются друг с другом. Находить общий язык им помогают воспитатели, которые все свое время посвящают подопечным. Ребятишки находятся в трудной жизненной ситуации. Большинство, конечно, это у нас беспризорные, безназорные, когда родители не осуществляют своих законных прав в силу того, что не занимаются воспитанием своих детей. Находиться в данном учреждении дети могут до 6 месяцев, но бывают и исключения. Вступивший в силу 442-й закон позволяет продлить проживание здесь ребенка, если в этом есть необходимость. Специально для каждого составляется индивидуальная программа, которая разрешает вносить определенные коррективы. Направление у меня – здоровый образ жизни. С детьми мы проводим разные мероприятия, конкурсы. Вот в данный момент у нас досуговые занятия. Мы проводим аппликацию из Круп. Основная задача специалистов центра – помочь детям вернуться в свою родную семью. Для этого ведется разъяснительная работа с родителями, им оказывается психологическая помощь. Ведь, как известно, ни одна даже самая лучшая приемная семья не заменит родных папу и маму. Валентина Геннадьевна Епифанцева всегда хотела помогать людям. Именно поэтому, закончив 8 классов средней школы, поступила в медицинское училище и получила профессию фельдшера. По распределению отправилась работать в свое родное село Новая Тепловка. Через два года вышла замуж, переехала в Бузулук. И с 1975 года она – постоянный сотрудник дома-интерната для престарелых и инвалидов. Вот уже более 40 лет заботится о жителях этого учреждения. В нашей работе именно медицинская, важна не только медицинская помощь. Это, во-первых, милосердие, доброта, терпение, любовь к людям. Каждый со своими проблемами. Старые люди, все как-то обижены уже этой судьбой. Во-первых, уже старенький у всех свой характер. Каждому уже с кем пошутишь, с кем. Уже знаем каждого, конечно. Для коллег Валентина Епифанцева – добрый друг и опытный наставник. Поэтому к ней многие обращаются за советом и поддержкой. Я знаю ее уже около пяти лет, проработав в дом-интернате. Она очень ответственный человек, она очень добрая, энергичная, отзывчивая, очень исполнительная. То же самое говорят о Валентине Геннадьевне подопечные. И это неудивительно, ведь с утра и до вечера они окружены вниманием своего медработника. Это самый хороший врач, что я знаю. Ну я вообще-то из Букруслана, но я ей два года только. Но я знаю ее хорошо. Труд медицинской сестры из Бузулукского дома-интерната получил высокую оценку. В этом году, накануне профессионального праздника, Валентина Епифанцева получила награду за победу в областном конкурсе. Лучший работник учреждений социального обслуживания населения Оренбургской области. Социальная программа «Защита здесь». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова